Всем привет! Сегодня поговорим про айфоновые задачи в iOS. iPhone у нас появился в 2007 году, и три года он был без какой-либо многозадачности. И в 2010 году Apple выпустила инструменты для хоть какой-либо многозадачности. Сначала для iPhone, а потом через два обновления для iPad. Это все вышло в iOS 4. Вся эта подяга живет вот тут, в состоянии приложения Background. Заключается она в том, что когда вы свернули приложение, но не убили его из памяти, оно вот где-то там в background валяется. Что в 2010 году нам завезла Apple? Это работа со звуком в iPhone. Это было в стандартном приложении iPod, и они дали разработчикам возможность спустя три года. Первое приложение там радио какое-то было, которое они отказали на презентации. Потом для VIP-функций появилась возможность принимать звонки в Skype. Есть приложение незакрытое, ну и в остальных сервисах, которые были. Работа с геолокацией, то есть фоновое обновление, получение координат использовалось для полных Яндекс-навигатора. Другие, звуковые подсказки. Они предоставили локальные пуши, да. Хоть они появились изначально в iOS 3, но в периоде с iOS 3 до iOS 4 локальные пуши можно было запустить только из приложения активных. А вот начиная с iOS 4 у нас появилась возможность запустить условный таймер и раз в сутки или через нужное время показать пользователю пуш с напоминанием. До этого разработчикам приходилось это реализовать с помощью пушей с сервака. Из наших проектов мы такое использовали в проекте Life Super Sport, чтобы напоминать после тренировки в 8 вечера, чтобы он пользователя оценил. Вот один раз мы этим пользовались. Ну и фоновое завершение текущих каких-то задач. iOS 4 позволило приложение тратить до 10 минут из официального пресс-релиза и план того времени. После того, как вы свернули приложение, если вы сказали, что эта задача должна завершиться, то она завершится. Для чего это там нужно? Для загрузки фотографий, обновления баз данных. В общем, все, что, грубо говоря, пользователь нажал «Отправить в чате фоточку» и свернул приложение. Это позволяет догрузить ее. Но как бы все это, естественно, цифровой гулаг, и Apple не дала многозадачности в том виде, в котором все ее ждали. Приложения не могут делать все, что захотят. Они ограничены тем поведением, которое было озвучено выше. То есть это музыка, навигация, IP, пуши и фонозавершение текущих задач. И ничего другое нету в этом многозадачности. А приложения в этом случае вообще не могут запускаться или выполнять какие-либо фоновые задачи сами по себе, пока пользуются и специально запустят приложение. Такое себе вообще. Что надо нам, как разработчикам, сделать, чтобы добавить какие-то фоновые штуки в приложение? Надо зайти в Xcode менюшку. Так, подбольтесь. Да, и есть раздел «Беграммов модов», где описано все, что мы можем использовать. «Аудио, локейшн, в IP». Ну и есть еще всякие штуки для работы с фитнес-трекерами и прочим, но это нам не сильно интересно. Тут еще можно по ушам с недавнего времени тоже. Ну да, да, но это совсем с недавнего времени. Да, ну и в P-List мы тоже запрашиваем, регистрируем и добавляем. У вас в настройках есть в айфоне у каждого приложения фоновое выполнение или фоновая загрузка, я не помню, как это называется. И пользователь может запретить вам это делать, поэтому мы должны у пользователей спросить, можно ли я что-то вообще буду делать в фоне? Ну вот, собственно, какая польза для нашего клиента и пользователя? Играть музыка, работает навигация, фотографии грузятся. Ну и, возможно, пока вы там что-то делаете или спите, приложение что-то сделает. Ну, такое. Ну и самое главное ограничение, которое с iOS 13, то есть если до этого приложение при заявленных 10 минутах отрабатывало максимум 3, то начиная с iOS 13 у нас есть 30 секунд жаркого какого-то бэкграунда. И самое такое, наверное, интересное, это бэкграунда фетч, такая штука, которая нам позволяет периодически что-то запускать, пока приложение свернут. Для чего это может быть полезным? Может быть полезным для социальных сетей, для у вас, для клиентов. Любое приложение, где нам при открытии нужны виртуальные данные. Я сейчас покажу. В нашем методе обделегата, мы прописываем, что обязательно устанавливаем фетч-интервал. Его можно указать в секунду, какое угодно. Но у него есть проперти, как минимальный интервал. И документация нам говорит, приложение выполнит то, что вы хотите, когда-нибудь, ну, скоро. Ничего не гарантируем. Обязательно нужно выставлять эту проперти, потому что изначально стоит never. Ну, вот примерчик. У обделегата есть метод perform-fetch-with-completion-handler, который вызывает за системой в тот момент, когда iOS решает снизойти и позволить приложению что-то сделать. В нем мы можем делать все, что угодно. Например, мы получаем данные о погоде, достаем наш view-контроллер, и новые данные ему сказали, грубо говоря, если у тебя приложение было давно свернуто, ты, когда его откроешь, у тебя уже будут актуальные данные. Но! Но! Apple — это цифровой гулаг. И если ты думаешь, что ты указал этот фетч-интервал, допустим, раз в час, и раз в час твое приложение запустится, обновит данные, и твой пользователь будет счастлив, фиг тебе, короче. Ну, кто там умнее, уже прочитали, да. Apple внедрила в iOS систему социальной оценки приложения, как в Китае сейчас оценивают людей. Если ты слишком часто хочешь какие-то данные в фоне, оно тебя подмечает как неблагонадежное ждущее батарея приложения и отказывает приложение в выделении процессорного времени вообще. Поэтому фича красивая, вроде все клево, но то, что пользователь ее, конечно, получит, нет никакой гарантии. Собственно, как это дебажить? Я вам честно скажу, я накидал когда-то примерчик, я свернул приложение и начал ждать. Час, два, три, четыре, пять. Оно так и не запустилось. Оно может запуститься раз в сутки. Ну, в общем, фигня все это. В настройках схемы есть галочка «background fetch». И в данном случае, когда вы нажмете «Запустить приложение», оно сразу симулирует запуск по граунду. Для меня это был единственный способ увидеть, как это работает. Полезная фича – завершить задачу в фоне присворачивания приложения. Для примера, у нас есть какая-то кнопка, которая запускает расчет числа Fibonacci. Мы в этой функции регистрируем бэкграунд-таск и, собственно, заканчиваем ее. Для андроидов что-то по типу запуска сервиса, но на самом деле он даже не отдельный. Тут даже не так, да. Обязательно нам надо бить бэкграунд-таск. У него есть ID, но можно вот так указать. Ну, сразу понятно, как это все работает. И важно понимать, что вот этот бэкграунд-таск, он не вызывает эту функцию. Мы просто с помощью нее говорим системе, что вот когда ты все будешь убивать, вот эту не трогай. Так вот ее можно зарегистрировать. И вот эта штука, Application Shared Begin Background Task, она у нас, этот блок вызовется, когда истечет время разрешенной системы. Ну, 30 секунд, по сути. И мы обязаны завершить таску. Как мы можем увидеть? Я потом запущу, покажу, как это работает. Короче, главное помнить, что 30 секунд, все. Ничего интересного, ничего сложного. Так, а что дальше, собственно? Все, о чем я рассказал, больше не актуально. В прошлом году с выхода MyOS 13 Apple задепритетило все, о чем мы сейчас говорили. И они выпустили новый фреймворк для работы с бэкграундом, который называется PGA Prefresh Framework. Он включает в себя два больших раздела. Это UpRefresh Task и Background Processing Task. Вот такие красивые. Лучше поговорим либо потом о нем, либо вот по ссылке из WDC посмотреть видео. Что они сделали? То есть, если раньше мы могли указывать какой-то интервал, в который приложение что-то могло сделать, то сейчас система будет оценивать поведение пользователя, когда он запускает приложение, через нейросети будут, и нейросети какие-то будут как-то планировать пограунд задачи. Друг говоря, ты листаешь Twitter в день-два, каждый день, то система пробудет в 9.30, грубо говоря, твой телефон. Когда он будет стоять на зарядке, вычислить лучшее время, загрузить твою ленту, тогда у тебя в лучших условиях. Также они предлагают оптимизирование обучения нейросетей. То есть, если ты написал клавиатуру, в которой есть какие-то ML-модели, то система сама возьмет и скажет, что у меня есть такие данные, которые надо бы отдать в ML-кор. И оно отдаст их туда на вычисление ночью, когда у тебя телефон будет на зарядке, и все это сделает, и вернется в приложение уже готовые данные. Собственно, они говорят, что мы хотим использовать энергию вычислительной мощности по-умному, и поэтому все меняется. Звучит красиво. Да, звучит красиво, но, опять же, это какой-то цифровой булак, которым ты не можешь управлять. Ну и из этих всех бэкграунд-штук, то, что Толя говорил, наверное, самое такое полезное – это возможность пробудить приложение по Silent Push и что-то сделать. И мы-то знаем, как Telegram обходил блокировку, собственно, таким путем. Телеграм присылал Silent Push, в котором были адреса новых серваков, и так у нас доблестный Роскомнадзор не успевал это все дело блокировать, а для конечного пользователя это было незаметно. А все остальное, на самом деле, шляпка полная, зачем это понятия не имею, какой-то оверэнжиниринг этого всего с текущими скоростями интернета, в общем, это все какое-то… Чем это, наверное, было актуально в году 2010-м, когда это все вышло. Но сейчас, я не знаю, я просто не вижу смысла этим пользоваться. Вообще все эти штуки, которые позволяют будить что-то делать, они очень широко используются в интерпрайз-приложениях, в которых нет никаких ограничений, там от App Store. Там народ юзает вообще и в хвост, и в гривы это все. Так, простенький пример, как это все работает. Бэкграунд для музыки работает сам по себе, и ничего не надо делать. Ну, то есть, вот, грубо говоря, если мы свернем, то есть… Ну, все пошло так, комфортно. Ну, вот, если мы вернем его, вот, он нашел бэкграунд. Нормально галка работает. Вообще ништяк. А почему он так сделал? Ну, просто тормозит. Ну, например, это тормозит, это символет. Ну, вот. И если мы уберем галочку отсюда, аудио, то есть все, что для аудио надо сделать, это поставить галочку. Здесь мы поставим галочку, если вы уберем галочку отсюда. Все. Не работает. Так, location. Самый нижний пункт – features location. Ну, вот, допустим, у нас будет кто-то ехать на кресопеде. Сейчас мы его свернем. Ну, вот, мы можем на бэкграунде получать локацию. Вот. И с недавнего времени он еще раз пользователя спросит, типа, а ты точно хочешь, чтобы в фоне это было? Ну, на реальном устройстве сразу практически спрашивают. А, он спрашивает вот в момент, когда он на сверну? Ну, да, типа, а ты в фоне хочешь предоставлять? Ну, да, у меня он на все, что я на керно ругаюсь. Ну, вот. А вы кидаете, если я? Прочно-прочно, да, мы с вами. Так, ну и этот, сейчас. Ну, там сейчас на реальном девайсе еще, когда у тебя в фоне эта локация работает, у тебя вся верхняя панелька синяя становится, и ты явно понимаешь, что у тебя оно, типа, ну, типа, что-то происходит. Слушай, не всегда сами, у меня китайцы сидят незаметно. Там когда как? Так, смотри, если ты периодически получаешь координаты, ну, типа, там, раз в 10 секунд, то оно не подсвечивается синим. А если ты врубаешь прям отслеживание ежесекундно, когда ты прям берешь локейшн-менеджер, короче, и там каждую секунду обращаешься, тогда он синим подсвечивает, типа, когда стрим-координат идет. Ну, и вот, собственно, как мы можем увидеть, я сейчас сверну, вот, и он у нас пошел отсчет. Система нам сейчас говорит в кэлбэке, вот, собственно. Система нам говорит, сколько у нас времени осталось до того, как она убьет процесс. То есть вот эти 30 секунд, они сейчас пилили прям... Ну, хорошо, хочу. Ну, по-хардкору. Ну, ладно, короче, тоже ничего интересного. А там прям приложуха сдохнет, или что, подожди. Нет, он перестанет эту функцию исполнять. То есть мы не можем занимать процессорное время и жрать батарею. Я понял, понял. То есть таймер идет, а как бы толку от этого никакого. Ну, а тут всегда уже есть функция. Вещать 15 минут, с вами мы продолжаем транслировать. Но это геолокация. Это может. Это можно, да. Вот как раз как... Так, ну, и, собственно, вот этот фетч. Фетч. Вот для того, чтобы нам проверить этот фетч, надо сделать вот так. и вот так. И он у нас запустит сразу, как бы, по граммам. Так. Так, делегат. Оп. О. Так, вот. Он симулировал то, что у нас система дала разрешение на выполнение чего-то в фоне. То есть мы взяли там бар контроллеры, нашли там наш нужный контроллер и обновили там UI. Сейчас. Если мы сейчас запустим это предложение, то мы увидим, что у нас сразу же актуальные данные уже есть. Ну, естественно, все это работает. С пача синкой работает. Ну, это магия. Обычно это все надо было в кучу костылей заворачивать. Короче. Это все работает ровно до тех пор, пока мы не сделаем вот так. Вот как только мы сделали вот так, собственно, вся магия заканчивается. Заканчивается. Ну, в общем, советую посмотреть вот эту вот фигню. Я сейчас скину в этот. Стоюсь, она же все-таки инициальная система. Ты нажал REM минус REM. Там урок. Эй-эй-эй-эй. Эй. Короче, ладно, скину. В общем, мне лично, как пользователю, в это все нахрен не надо. Я считаю, что это не нужно все. Вот кроме локации музыки. И вот чтобы фоточка последняя загрузилась. То есть ничего не оставит. Ну, да. Ну, из примеров, кто этим пользуется и кто смог нормально это написать, это сервисы всякие типа Яндекс.Диск, Гугл.Диск, которые как-то ночью, пока ты на зарядке, утягивают твои фотографии в облако. Вот. Интересно, как они это сделают. А слушай, у Яндекса даже отдельный доклад уже на каком-то яркий, что ярко как конференция. Как они там урыжили с этой херней там тоже какими-то обходными путями экспериментами как с черной коробкой. Ну, все. Я как понял, как Яндекс, что они присылают все-таки куши эти. Ну, раз в сутки. Но как они умудряются загрузить огромный объем данных. Вот он там как раз рассказывал про этот блок-менеджер, то ли они свой писали, то ли они как-то по частям делили это все. Потому что в новом фреймворке, если вы досмотрите, там увидите, что ты теперь обязан для того, чтобы система планировала энергопотребление, указать, грубо говоря, задачи. Ну, ты говоришь, приложение у меня должно загрузить какие-то файлы ночью, пока телефон будет неисползиваться. И ты должен указать, какого примерно объема выставить эти данные. 50 мегабайт. Если система решит, что ты оборзел, она просто пропит. Ну, в общем, тема такая неоднозначная, непонятно работающая. Ладно. Понятно, почему не понятно. А давайте вопросы есть какие у кого? Кроме вопроса, когда уже свитилисты. То есть у нас принудительно процессы завершаются, но мотация обязательно. Вот ты когда делаешь вот так, вот эта вся магия не работает. Он прям принудительно убивает приложение, даже не вызывает ничего. То есть не стояло мотация, все. Ну, это уже просто приложение уже не в фокраунде находится. Оно просто буквально вызывает терминейт как-нибудь такого. Но ты можешь приложение возбудить пушом, вот из состояния совсем убитого. А на сколько он может возбудить? На тысячу секунду. С момента прихода пуша. С момента прихода пуша. То есть мы его обработали? и как раз таки если у тебя инициализация твоих процессов, которые ты почему-то долгая, то у тебя останется там какая-то бесит. Короче, оно нафиг не надо. Ну, например, это полезно, знаешь, в таких случаях, как где-то мы делали в чатике. У нас приходил такой пуш коновый. И мы для того, чтобы... Ну, там чатик секретный и там зашифрованные сообщения приходят. Для того, чтобы показать это сообщение нужно расшифровать. И вот эта вот штука используется для того, чтобы запуститься, расшифровать сообщение и сделать локальные издавления, чтобы показать вот эту там ряду уже зашифрованную сообщение. Как бы простая легкая операция позволяет сделать это. Да, ну, для маленьких штук прикольно, а для больших штук вот они представили она вроде выглядит прикольно, красиво играет. Но вещь в том, что ей пользоваться можно будет на нахрен через год-два. Ну, вопрос, зачем? Просто конкретная польза, она очень сомнительная. Я не думаю, что очень много разработчиков будут обучать ночью свои клавиатуры. Кто-то будет и этот один человек будет этому рад. Да. Ну, понятно. Я, как понял, они хотят перевести все сложные вычисления в момент, пока телефон лежит на зарядке. Вот, все. У них пример в видео есть, когда говорят, ну, типа, вот у нас есть, не знаю, какое-то приложение, и человек логинится с другого устройства. И, типа, вы подсасываете только самые, типа, нужные данные, типа, история переписки, там еще что-то, а там какие-то приложения, фоточки и прочее, вы, типа, грузите ночью, вот этот день ночью загрузите. Ну, в этом плане, ну, да, кто за это платит, готов. пока она автоматически не будет делать как-то это сама, то... Ну, да, причем ты обязан вообще полностью указать кто ты, что ты, и... понятно. Ладно, спасибо. Спасибо. Да, спасибо.